Офигеть, да? Прошел ровно целый год. Ровно год. Я настолько не ощутил это время, что мне показалось, что это все время прошло по щелчку пальцев. Вот так. Ровно год назад мне удалось, я бы сказал, повезло получить Xbox Series X. Вы сами знаете, какое сейчас время и как нелегко его добыть. Xbox Series X за все это время, в принципе, не сдал позиций и все еще является самой мощной консолью на данный момент. Кстати, за это прям респект Филу Спенсеру, потому что, ну, блин, год продержаться это крутяк. Но за 365 дней, мне кажется, уже многие стали понимать, что терафлопсы и мощь это лишь побочный фактор и лишь малая гарантия к тому, что все будет работать идеально. Если рассматривать данный вопрос с точки зрения простых пользователей, да, как мы с вами, то, по сути, данная версия консоли, а именно Xbox Series X, она очень хороша. Поскольку и 4К, и 120 FPS вы без проблем увидите, если, конечно, вам позволяет это сделать ваш экран. Но если начать копаться в цифрах, вспомнить новости про RDNA 2.1, трассировку лучей, про какой-то суперотклик в геймпаде, про какой-то Next Gen, то хочу сказать, что данная консоль, как и все остальные, кстати, она за 365 дней не сумела показать свой максимум. Но надеемся, что это лишь пока, потому что сами понимаете, какое время, у нас все еще где-то обитает корона, из-за этого нету каких-то компонентов, из-за этого дефицит консолей, и, как я не раз уже, в принципе, говорил, делать игры только под Next Gen и показывать какой-то максимум, ну, пока не выгодно. В случае, если вы все еще не в рядах тех, кто обладает консолью 9-го поколения, то советую их искать на e-каталог. В нем вы сможете прочесть технические характеристики, посмотреть самые выгодные и доступные предложения, почитать отзывы других ребят и понять, кому как этот самый Next Gen, ну, а также сравнить с другими консолями нового поколения. Ну, если вы, конечно, все еще сомневаетесь, какую консоль взять. Ну, а как по мне, если вы знаете о подписке Game Pass, лучше посмотреть на Xbox Series. И да, здесь еще динамика цен есть. Поэтому, если ищите себе консоли, смартфоны и прочую электронную технику, то делайте это на e-каталог, поскольку он теперь доступен и в Казахстане. Если говорить о технических проблемах в Xbox Series X за этот срок, то, пожалуй, явная проблема была лишь в некоторых играх. Да, некоторые игры у меня чуть ли не ломали мою консоль. Те, кто ходят на стримы, такие вещи видели в прямом эфире. Это, кстати, по большей степени касалось колды, колдвар и новые вангвард беты. Также один раз было при игре в Gears 5. Консоль страшно зависала и сама отключалась, иногда попросту теряла связь с геймпадом и не понимала, где он включен или не включен. Такого во времена Xbox One у меня, по сути, не было, но тут проблема, опять же, лишь в системе. С точки зрения устройства, Xbox Series X вышел крайне удачным, поскольку, общаясь с другими ребятами, каких-то технических проблем было крайне мало. И лично у меня консоль работала очень и очень много. Большинство ребят писало лишь про какие-то там системные проблемы, покупка игр и так далее. Просто, когда вышел Xbox One, там было достаточно проблем. У кого-то она там не включалась, жужжал блок питания, умирал HDMI, брахлил. И лично таких проблем было много. В девятом поколении майки крайне молодцы, что отнеслись конкретно железу, ну, прям с душой. Единственное, что еще хотел бы отметить по поводу Xbox Series X, это то, что в каких-то нагруженных играх, по типу Мстители, Гири 5, она работает чуть громче, чем обычно. Да. Это не критично, но если сравнить с Xbox Series S, она вообще там звука не издает. Кстати, про нее тоже ролик будет. С точки зрения функционала, Xbox Series X продолжает быть менее крутой, чем Xbox One в свое время, поскольку сейчас майки делают дашборд так, что там нету почти ничего нового. К сожалению, сейчас развитие системы идет крайне медленно, что же за целый год майки удосужились наконец-таки на мощной консоли подвести меню в 4К. Вот это прям они молодцы, прям вот, вот, респект за целый год все-таки добиться в 4К, вот. Ну, крутяк, чувак. Если раньше, в эпоху Дона Метрика, Xbox пытался в себе включить абсолютно все, и Kinect, и TV, и Snap, то сейчас майки выбрали такую стратегию, и на мой взгляд, она, наверное, более правильная. Они все лишнее убирают и оставляют чисто все основное. Типа, ребят, вот у вас кнопка играть, вот здесь кнопка выключить, вот здесь включить команду, вот здесь кнопка выключить. Все, больше ничего не нужно. Просто со временем ты понимаешь, что какие-то фичи, да, может быть, даже интересные фичи, они большинству все равно не нужны, перезагружают систему, перезагружают ребят, которые это все делают, и, соответственно, система работает по себе не очень. И если они работают не очень, и большинству они нафиг не нужны, то, соответственно, зачем они вообще? Я прекрасно понимаю, что большинство хотело бы видеть, наверное, стриминг на YouTube, это, наверное, самая желаемая функция на Xbox, но если вы действительно хотите стримить, то я вам настоятельно советую обзавестись с ПК, купить нормальное оборудование и не делать эти костыли, потому что стриминг через консоль это такое себе. Я через это сам прошел и, поверьте, это не очень. Это геморно, это неудобно и, по сути, бессмысленно. Также еще, наверное, с точки зрения функционала у Xbox не хватает записи голоса, ну, когда вы записываете геймплей. Я прекрасно понимаю, что многим бы хотелось бы записывать какие-то клевые моменты, они были бы кстати, да, но Xbox почему-то до сих пор не делает возможность записи геймплея как можно дольше без всяких флешек и не дает записать голос. Но предположение насчет записи голоса у меня все-таки есть, почему они этого не разрешают делать, потому что это нужно как-то проверять. Дело в том, что во времена Xbox One, когда я записывал задний фон скинекта, мне дали жалобу на то, что якобы кто-то пожаловался и так далее. Если ребята начнут в сеть именно в Xbox Live выкладывать намного больше голосовых, там по-любому будут маты, какие-то оскорбления и так далее. Это, к сожалению, может быть даже и к счастью, не приветствуется политикой Xbox Live и поэтому это много нужно будет чистить, проверять и так далее. И мне кажется, что именно поэтому они как-то это, ну, не разрешают делать. Опять же, это лишь мои мысли по этому поводу. Что поистине понравилось консоль Xbox Series X за весь этот год, так это, наверное, функция Quick Resume. Это, пожалуй, единственная функция, которая дарит до сих пор чувство какого-то Next Gen'а. Реально до сих пор кайфую, когда я проходил тех же Стражей Галактики, мне даже было не обязательно сохраняться. Просто вырубил игру, потом включил, она включается, все, буквально 2 секунды, никакой загрузки, сидишь, играешь. Вот, реально кайф. Единственное, за что еще можно упрекнуть Майков, так это, наверное, за медленное исправление тех самых ошибок. Ну, поскольку та же функция Quick Resume, она начала работать нормально спустя время. Дело в том, что на старте она работала плохо, либо не работала вообще в некоторых играх. И поэтому мы с ребятами, ну, которые купили Next Gen, немного не понимали, как работает вообще Quick Resume и от чего многие так тащатся. Потому что, видимо, у кого-то он работал нормально, но лично у меня нет. Но, так как прошел год, многие проблемы, в том числе и Quick Resume, они исправились, и это хорошо. Единственное, что бесит в работе Xbox, так это, наверное, работа Xbox Live. Иногда он тупит, иногда нельзя купить игру, нельзя войти в онлайн, то есть иногда бывают траблы, и такое ощущение, как будто они бывают частенько. Опять же, да, я понимаю, что за целый год это, наверное, было раз в 10, но так или иначе, в какие-то моменты это очень заметно, что вот у всех крашится все, и никто ничего не может сделать. Это фигово. Кстати, чуть не забыл пару слов о геймпаде. Если честно, он в целом нормальный. Единственное, что в нем изменилось за этот год, так это левый стик, который отвечает за задержение, стал иметь очень большую мертвую зону. Это бесит, это очень частая проблема, но стики в целом пока в порядке, ничего никто не косит, никуда не идет. Но в любом случае, вот эта вот мертвая зона, это не очень. Я думаю, что в течение времени все-таки нужно будет купить новый геймпад, увы. Ну, а теперь я хотел бы поговорить о самом главном, что есть в игровых консолях. Это контент, это видеоигры. Сейчас, на мой взгляд, Xbox вышел, ну, просто на идеальнейшую стратегию для пользователей. И если раньше у многих были сомнения в покупке Xbox по сравнению с плойкой, потому что плойки были эксклюзивы, остальное все одинаковое, да, то сейчас Xbox, а именно при помощи подписочки геймпад, он, по сути, к себе привлек намного больше внимания и привлекает до сих пор. И пользователь на данный момент понимает, что проще купить Xbox, подписочку, получить кучу просто игр, нежели купить плойку и покупать каждую игру по отдельности. Я прекрасно понимаю, что у плойки тоже есть свои подписки, но это не аналоги Xbox геймпад и тот же PlayStation Now, он, по сути, просто недоступен в России, поэтому здесь выбор очевиден. Опять же, это дело каждого, но согласитесь, очень приятно все-таки получить на халяву Forza Horizon 5, получить по подписке Black for Blood в день релиза, я не знаю, тот же Ascent, получить в следующем месяце Halo Infinite, и разве это не прекрасно? Я прекрасно понимаю, что в данную подписку иногда попадают не супер-мега-проекты, которые хотели бы видеть многие, но, так или иначе, в данную подписку попадают и новые игры от сторонних разработчиков, то есть не эксклюзивы, и это круто. Опять же, если разбирать пример с тем же Black for Blood, то если пользователям PlayStation это нужно покупать, то пользователи Xbox, они, по сути, данную игру получили на халяву. Также я понимаю, что из-за этого немножко портится, конечно, ценность игр и вся ее индустрия в общем, да, но, так или иначе, на сегодняшний день это одно из выгодных предложений, которым нужно пользоваться, и с этим не поспоришь. Размышлять о том, окупится это у Microsoft или нет, я считаю, что это бессмысленно, поскольку, ну, лично я не инвестор, не знаю, конечно, как вы, но я не инвестор, и поэтому считать чьи-то деньги я не вижу смысла. Если это вдруг тема когда-то, не знаю, перестанет работать, увы, плохо. Если будет продолжаться, классно, хорошо, здорово, вот и все. Единственный и, пожалуй, самый острый вопрос по поводу Xbox Series касается игр от внутренних студий, ну, то бишь, консольных эксклюзивов. Студий просто море, игр за целый год мало, и это факт. Вспоминая начало Xbox One, там явно было интереснее, но уж ладно, сбросить все это на корону, потому что, ну, потому что такое время. Действительно классных проектов от внутренней студии мы получили реально крайне мало, и единственное к концу года мы получили, наверное, Forza Horizon 5, долгожданную, да, и в декабре мы получим Halo Infinite. Но, на мой взгляд, за год это действительно мало. Я понимаю, что выходили еще какие-то проекты по типу Medium, Kill of the Sea, но, блин, хочется все-таки каких-то супер-мега-триплэй-проектов. Ну, вот, у меня лично такое пожелание. Ну, во-первых, потому что Майки это действительно богатая компания, которая может без проблем отбашлять на какие-то супер-мега-проекты. Ну и, блин, ну, камон, как-то супер-мощная консоль без супер-крутых мега-триплэй-проектов. Ну, вот, не знаю, вот, ну, хочется. Но есть еще один вопрос по этому поводу, когда выйдут эти проекты, потому что, да, мы о некоторых проектах знаем, знаем о дате релиза, но мы без проблем можем получить переносы и без проблем не узнать о какой-то игре, которая планировалась, но потом ее просто заблокали. Ну, опять же, Skullbound, да, вроде вышел, в итоге заблочили. Ну, всякое бывает, поэтому хочется побыстрее. Вот и все. Что касаемо общего взгляда на Xbox Series X за целый год, то хочу сказать, что Xbox Series X это идеальная консоль в техническом плане для тех, кому нужен 4К. Единственная проблема данной консоли, это, наверное, даже не в консоли, а в подразделении Xbox, в том, что на нее, по сути, за целый год вышло мало триплэй-проектов. Ну, опять же, это лично мое мнение. Я не знаю, как вам, но я консоль покупаю ради игр, да, конечно, мультиплаформы здесь просто завались, но хотелось бы, конечно, игр от внутренних студий. Вообще, сам по себе, 21 год выдался насчет контента не очень, и абсолютно у всех это, на самом деле, проблема не только Xbox. Да, было что-то прикольное, было не очень, но, так или иначе, как-то было пустовато и мало, и, соответственно, ну, такое себе. Но, опять же, давайте будем на эту ситуацию смотреть более позитивно, потому что это был всего лишь только один год с данной консоли, и будем надеяться, что в следующих годах и в следующем году будет намного больше классных триплэй-проектов от внутренних студий, которые без проблем наполнят эту консоль еще большими играми, пополнят подписывающий геймпасс и сделают эту консоль еще более лучшей. Просто, как по мне, в достижении какой-то идеальности консоли не хватает лишь больше классных игр. Вот и все. В общем, это был первый год с консоли Xbox Series, поэтому, если вам понравился данный видеоролик, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение в комментариях и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!